Я заметил, что подстилка собаки пахнет занятой. Есть такое. На днях она наткнулась на скунса. Ну и вонь была. Мы битый час провели в ванной, пытаясь избавиться от нее. Потратили столько воды и шампуня. Это объясняет запах. Водерин, это поможет... Это поможет. Пойду искать дальше. Сомневаюсь, что это поможет. Где мои папки, пидор? Где мои папки? Где мои папки, пидор? Пидор. Смотри, чрезвычайное происшествие в аварийном выходе. Чрезвычайное происшествие в аварийном выходе. Пять. Ты же понимаешь, что мы не приступим к следующей игре, пока не пройдем эту. Будем слушать чрезвычайное происшествие в аварийном выходе. Чрезвычайное происшествие в аварийном выходе. Спасибо за 15 трубосов, тем не менее. Чрезвычайное происшествие в аварийном выходе. чрезвычайное происшествие в аварийный выход Immerse Доволен, да, собачь? Сука. У меня, по-моему, планка начинает ехать начинает. Да? Да. Я тебя прощаю. Хорошо, что ты попросил прощения, ладно. Погнали дальше. Чуть-чуть погромче игрушку сделаю для вас. Ще-ще-ще-ще-ще-ще-щек. Так, значит, нужно серфить в доме еще. Меня смущает эта закрытая комната. Мне кажется, нужно ворваться туда, но пока вариантов с ключами не было. И с миской он никак пока не взаимодействует. Может быть, в ванной что-то теперь можно найти? Но она все еще воняет. Ладно, нужно подумать. Если пастилка еще воняет, то как же пахнет собака? Полагаю, можно поискать по запаху. Отлично. Так, окей. Так. Какие-то демоноподобные демоны ползают за окном. Прекрасно. О, в этой двери дыра. Собака могла в нее залезть. На двери кодовый замок. Я не могу в нее войти. Поговорю с мистером Тейлором. Прогресс? Прогресс неминуем. Если долго стараться и думать, то можно что-нибудь придумать. В критерии есть запертая дверь. Куда она ведет? А что? В ней дыра. Полагаю, что собака могла проникнуть за дверь. Хм. Логично. За этой дверью подвал. Но я не пользовался им годами. Я могу посмотреть, но мне нужен код от замка. Ах, да. Код от замка. Видишь ли, прошло много времени. Много-много-много точек. Боюсь, я его забыл, но я не дурак и сохранил подсказку, чтобы вспомнить его. Прекрасно. Где я могу найти ее? Видишь ли, мне нравятся головоломки. Поэтому, думаю, я спрятал комбинацию в одной из них. Если память меня не подводит, необходимо тебе слово три. Да, именно оно. Ладно, посмотрим, что я могу сделать. Эй, пацан, спасибо, что помогаешь. Да нет, за что. Нужно слово три. Похоже, это головоломка, о которой он говорил. Мне нужно слово три. Ещё найдём его где-нибудь в тексте. А, мышкой нельзя там вводить. Ладно. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Буква Т на третьей строке. вижу фаер это 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 там кодовый замок будет из цифры ли это будет комбинация с цифрами с буквами потому что это важно я вижу human move fire сайко 3 не вижу в глаза и пусть не вижу слова 3 тут может быть мне не очень-то помогает эта головоломка может быть типа третий столбик или чё такое он имел ввиду 3 3 там было дерево или 3 типа как цифра 3 я чё не снул на это наверно было важно так ща чё-нибудь сообразим ебта сперва посмотрю какой там кодовый замок нужен в каком формате он вводится ладно посмотрим это все таки цифры может быть это типа буквы в алфавите так нет стоп работ работ еще посмотрим еще раз так а-б-с-д-е-ф-джи и от 1 до 9 3 а там может быть эти буквы как раз не повторяются смотри т т один раз только я вижу на пересечении c и 5 т т но р повторяется 1 1 на 3 повторяется скача ребус пришел решать или смотреть 33 33 пока нихера шинки не понял попробую еще разок с ним побазарить скорее всего тут разгадка уже была на экране я все жду не дождусь когда чат поможет необходимое тебе слово 3 дерево пока это не натолкнуло меня никакой полезной мысли так 3333333 может быть это какое-то слово связано с деревьями типа вуд или слово должно быть из четырех букв в чем там смысл гололомки там четыре цифры надо отгадать для кодового замка ключевое слово 3 дерево т р и и я думал его нужно здесь найти в тексте т р и и но а все я нашел это будет пять шесть семь восемь пароль да 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 все я увидел да по диагонали я спалил я че думал там типа пять шесть семь восемь я думал там типа друг за другом должны идти символы изи но дима спасибо да я первый нашел ты мою славу себя пытаешься заграбать а меня блять за жир схватили так идем по запаху я думаю можно заглянуть в комнату на всякий случай стиральная машина эта стиральная машина не работает поскольку нет электричества но сейф а между комнатами чем было это старый генератор посмотрим осталось ли в нем что нибудь ничего а я все правильно сделал там типа обрушенная стена была жутко двигаемся дальше лестница это наверно вход в сарай под землю я открыл дверь а окей да это вход в сарай что это молоток пила гаечный ключ гвозди что это быть может пригодится вы нашли канистру с бензином абсолютно точно каждый раз когда прихожу в гости беру с собой канистру с бензином потому что ну это важно в полу под стеной есть дыра вне всяких сомнений собака пролезла в нее полезем как псы а все таки придется по лесу ходить искать собаку ну у меня плохое предчувствие по поводу этого приключения может мы так больше не будем делать это у срачки страшно так кровище это не к добру вот дерьма надеюсь это не ее кровь блять я бы лучше вообще никакой крови не нашел в поиск в лесу еще кровь до свидания goodbye хорошего аппетита приятного берегите себя и своих близких блять мне все таки нужно подойти я не хочу я не хочу он сожрал бабку блять бабку уничтожил а он сожрал другую собаку вообще бог сюда девочка мне не хватает мужества подойти а что блять блять бензином мне нужно использовать бензин реально пойдем девочка понюхай этот душистый бензин не хочешь мне нужно как-то завоевать ее доверие а чью мент анлокт понюхай эту ооо блять кипящая кровь ничего не решит мне нужно вернуться в дом забрать ее корм и забатить ее кормом я думаю так попытка была неплохая блять иди сюда понюхай этого бензинчика смотри какой качественный бензин блять блять попробуй хуй знает хуй знает плохая идея так окей ииии щас через улицу где мои бабки бидор где мои бабки где мои бабки бидор от бидор и последнее надеюсь я прерву спока чрезвычайное происшествие чрезвычайное происшествие оооо допеча блять сушка все в этот раз чуть чуть спасибо thank you very much спасибо спасибо так тамagpять ходит этот демон миска собачьей еды водой не еще приезжать да ладно это не сработало я думал нужно с собой корм взять Санечка, я рад, что она не доиграла до конца. Так, ладно. Это немного удручает, что корм не сработал, я сделал весь этот путь зря. Ладно, я сохранюсь хотя бы. Так, а может у него можно спросить, что можно прилечь собаку? Поговорю с ним, как только найду собаку. Ну, я нашел собаку. Пока чрезвычайное происшествие, да. Демонство. Зачем Санек вообще научился это все делать? Я, может быть, могу... генератор заправить бензином. Заправили генератор бензином, ничего не произошло. Ух ты. Что-то-то произошло. Стиральная машина. Теперь она работает, посмотрим. Все нормально. Вот дерьмо, внутри что-то есть. Вы нашли перчатку. Хм. Перчаткой можно забайтить собаку. Три миллиона IQ. Пока оставлю ее себе. Ладно. Попробуем байтить собаку перчаточкой. Что еще делать? Больше вариантов я не вижу. Второй раз меня не напугаешь уже. Меня смущает эта стрёмная атмосфера. Еще такая достаточно сильно напрягающая прям. Вот, девочка, понюхай перчатку. Так, вот так, иди сюда. Хорошая собака. Кто у нас хорошая девочка? Твой хозяин разволновался, ты должна идти домой. Хорошая девочка. Ладно, пора возвращаться. А это не собака. Это, наверное, типа лиса, как какую-то лису сожрал. Типа того. Одно животное убивает другое животное. Ё-апты. Да, блядь, конечно, слон. Добрый день. Мы давно не виделись. Отлично. Просто прекрасно. Вот только мне не хватало еще, чтобы слон мост сломал. Ну, блядь, добро пожаловать. Добрый вечер, нах. Поехали. А. Это странно. Ты я нашел. Спасибо, пацан. Я подписал документы, они внутри, можешь их забрать. А я пойду. Теперь уходить гораздо легче. Прощайте, сэр. Прощай, собака, с огромной непропорционально гигантской головой и маленьким телом. Ладно, лучше заберу документы. The Second Distraint. Сынок. Рады тебя видеть. Рады тебя видеть. Рады видеть. Макдейт, Брутон и Мур. Еще одна прекрасно выполненная работа. Прекрасно выполненная. Замечательно выполненная. Однако ты становишься мягкотелым. Мягкотелым, мягкотелым. Не стоило делать ему одолжение искать проклятую шавку. Но он показался мне очень... Здор. Здор. Следующий раз будь жестким. Жестким, жестким. Понимаю? Точно? Ты же не заставишь нас пожалеть о том, что мы выбрали тебя? Нет, господа. Вот это настрой. Спасибо, что дали шансы, господа. Спасибо, что дали шансы. Это напомнило мне о кое-чем важном. Важном, важном. О чем? Мы еще не видели, как ты танцуешь, сынок. Ну, эм... Танцуй, сынок. Да-да, сэр. Сук, начались танцы. Вот это. Вот это джига-дрыга. Вот это па-та. Вот это наш мальчик. Да, быстрее. Быстрее. Дьявольщина. Стремные какие-то лысейшие мужики. Ладно, все, походу, они сплясали и... Достаточно. Второе дело раскрыто. Всего три дела. Идем на финал. С сохранением. Оу, щит, дэм. Это я так на диванчике лежу в выходные дни. О, стиралочка. Давно не виделись. Как дела? Как дела? О, бабуля. Как дела? Сдохла? Все в порядке? Оп. А я выжил. А дверь могла меня убить. О, бабули. А может, нет? Я не могу уйти. А, я с этой стороны появился. А, смотри, я типа мимо них пробегаю. О, а я все выше и выше поднимаюсь. Все, я начал бегать по кругу. Ладно, пойдем обратно. Бабулечки, не плачьте. Все нормально. Вы же уже умерли. Че плакать-то? Все хорошо. Не надо плакать. Мне, наверное, нужно дойти до той, которая плачет, с ней поговорить. Потому что она единственная, отличается от всего этого сброда. Так, вот она. Да, 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 да. Я упала и не могла подняться. Бедная бабулька. Алло. Кто-нибудь? Пожалуйста. А, нормально. Управление. Погнали. Да. Говорит мистер Прайс. Верно. Меня зовут Стюартс. Прошу прощения за то, что беспокоил вас в столь поздний час. Что вообще происходит? Речь пойдет о миссис Гудвин. Знаю, вы не ее родственник, но боюсь, у нее больше никого не оставалось. Она попросила меня позвонить вам. Вчера у нее случился инсульт. Ого, и как она сейчас? Несмотря на то, что ее здоровье сильно пострадало, сейчас она в порядке. Однако она падает духом. А уж если человек падает духом, то, как говорится, и тело чахнет. Мне больно это слышать. Да. Простите, я даже не знаю, что сказать. Понимаю, но она попросила позвонить именно вам, мистер Прайс. Вы не могли бы навестить ее? Уверен, для нее это многое значило бы. Много дочек. Конечно, с радостью. Благодарю вас, мистер Прайс. Я передам ей. Уверен, что она обрадуется. Спасибо, мистер Стюартс. Бабуля до инсульта довели. Ну, что за животные просто. Ужасные люди. Ужасные люди. Мерзкие. Мерзкие ублюдки. Голу навестим бабулю. Квартира Прайса, спальня. Хм. Очередной кошмар. Ох, черт. Интересно, как там миссис Гудвин? Может, стоит навестить ее ради собственного спокойствия? Тут полно всякого хлама. Сначала мне нужен кофе. Один из позже. Стандартная утренняя рутина. Голу наберем воды в толчке. Моя новенькая кофемашина Deluxe 2000X748G3. Как секс-кукла какая-то. Одно нажатие кнопки и все готово. И больше никаких поисков воды в странных местах. Прекрасно, что тут сказать. Ну же, мне нужно быть терпеливее. Хм, кто бы это мог быть? На всякий случай сохранюсь два раза. Здравствуйте, прайс на проводе. Мистер Прайс, это Стюартс. Я звоню из дома престарелых по поводу миссис Гудвин. Все в порядке? У нее случился инсульт. Но все хорошо. Дайте угадаю, она попросила, чтобы я навестил ее. Впечатление, мистер Прайс, так и есть. Для нее это многое значит. Обдумайте это, пожалуйста. Конечно, я приду к ней. Спасибо, мистер Прайс, я передам ей. Спасибо, что позвонили. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты права, дорогая. Никогда не забуду этот день. О, смотри, милый, это же наш малыш. Я вижу, дорогая. Сынок, ничего, что мы налили себе кофе? Это кофе куда вкуснее. Этот кофе. Как... Вкуснее дислексия. Раз, два, три, прошу прощения. Ничего страшного. Раз уж вы тут, значит, хотите сказать что-то важное. Верно, сынок? Кажется, ты по-прежнему жаждешь наживы, ценой благополучия других. Твой отец хочет сказать, что ты постепенно теряешь себя. Думаю, я понимаю, о чем вы. Но я не могу все бросить, я так близок к успеху. А миссис Гудвин? Мы слышали, у нее все не так радужно. Не думаешь, что лучше бы она была у себя дома? Знаю, чувствую себя отвратно. Возможно, ты поймешь, если увидишь последствия своих поступков. Тебе стоит провидать миссис Гудвин. Эй, не надо на меня давить. Надо, сынок. Мы думаем о том, как будет лучше для тебя. Простите, я знаю. Видишь, тебе есть сострадание, милый. Нет, в чате тишина. Все смотрят. Так что, слон? Есть кто дома? И еще мистера Прайса. Боже, я схожу с ума. Ладно, соберись. Соберись, допивай кофе и одевайся. Нужно сохранять рассудок ясным. Чертовски хороший кофе. Ладно, одевайся и иду. Никто не пишет. Да, там тишина. Все сидят, впитывают. Так, надо нависить миссис Гудвин. Надеюсь, с ней все хорошо. Я тоже надеюсь. Милейшая старушка. Демоническая ведьма, но приятная старушка, тем не менее. Я отправился к миссис Гудман. Я ненавидел себя, но, быть может, если я встречусь с ней, то обрету наконец-то покой. Эй, есть тут кто-нибудь? Я пришел нависить миссис Гудман. Вот тебе и обслуживание. Чисто челики сидят, ТВ смотрят, блядь. Белый шум. Белый шум. Не удивительно, что эти ребята выглядят такими потерянными. Извините, можно я тут пройду как об стенку горох? Спит как ребенок. На всякий случай. Вот это прекрасно. Я тоже хочу себе такую комнату здесь не пройти. Да-да. Что это за программа такая? Лучше не трогать. Никого. Картошка, 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 картошка. Картошка! Я... Я отказываюсь. Больше ничего не буду готовить ни за что. Картошка? Бой, талант пропадает зря. Я отказываюсь. Мне нужны ингредиенты получше. Было бы неплохо, если бы хоть раз дали мясо. Проваливай, убирайся. Сейчас мне не нужно мыть руки. Я не люблю ходить в общественный туалет. Плюс один. Заперто. Привет. Я раздражен. Картошка, она везде. Да, я нечаянно подслушал разговор. Они твердят, что это в целях экономии. Да этим людям просто необходима нормальная еда. Я не могу кормить их только картошкой. Мне жаль. Да, ставь ты меня в покое. Прости, человек, картошка. Я не хотел тебя расстраивать. На всякий случай. Есть я живой? Тишина. Живых нет. Это же там пристрелых. Сюда, блядь. Челик сидит просто в темноте. Кажется, я что-то слышал. Эй, сынок, не окажешь старику услугу? Простите, а вы, собственно, кто такой? Уборщик Карпентер к вашим услугам. Меня зовут Прайс. Приятно познакомиться. Конечно, что вам угодно. Я тут был занят кое-чем. Но неожиданно отрубилось электричество. Мне кажется, это автоматический переключатель барахлит. Возле кухни есть щиток. Можешь в нем покопаться. Ну, кажется, я не особо спешу. Так почему бы и нет? Спасибо, сынок. Я тебе за это даже свой ключ одолжу. Только никому не говори. Хорошо, я скоро вернусь. Это, наверное, закрытая комната перед человеком-картошкой. Я предполагаю. Посмотрим? Мне кажется, мы идем верным путем. И вот эта комната. Я отпер в дверь. Да? Щиток. Что-нибудь похожее на щиток. Это должно быть тот самый щиток. Посмотрим-ка. В определенной последовательности. Я понял. Так. Понял. Пам-пам. Пам. И последняя. The electrician achievement unlocked. Блядь. Можно электриком идти работать. Вот и все. Теперь электричество должно снова работать. Господи. Как же этот ванюша хорош. Как же он ебошит. Ух. Кровь. Ничего удивительного. Это дом престарелых. Просто не смотри на нее. Просто проходи мимо. Игнорируй. Так должно быть. Так было задумано. И в подвал. Да погнали. Эй. Эй. О. Спасибо, сынок. Электричество опять работает. Какого черта, собственно, вы творите? Я утилизирую этот труп. Труп чей? Это какого-то старого пердуна. Он умер пару дней назад. Так просто дешевле. Фу. Меня тошнит. Что? Что? Не знаю, что сказать. Вообще да. Кишки, странные жидкости, кровь. Сойдет. Вы нашли немного кровавого мяса. Это то, что нужно брать с собой. Я всегда с собой беру кровавое мясо. Что ж. Погнали куда-нибудь его приспособ... Мы сейчас дадим его и повару. Повар. Спрашивает повара. Какова твоя профессия? Я не могу так высоко. Слишком стар для этого дерьма. Но Челлик сейчас приготовит отличный гуляш с картошечкой и человечьим мясом.